В Омск приехали три француженки, которые путешествуют по России на Уазе Буханки. Они едут на озеро Байкал, чтобы поучаствовать в гонке на Буэрах. Позади 5000 километров, впереди еще около трех. О французском походе на самое большое в мире пресное озеро расскажет Дмитрий Куканус. Несмотря на ранний подъем, Карина Сабатье приветлива. Сложив провизию, она привычно проверяет, надежно ли закреплен багаж на крыше. Следующий маш-бросок в Новосибирск. Ее подруга Элоди Аро тем временем наводит порядок в салоне и попутно перечисляет уже взятые города. И в каждом теплый прием у своих друзей по социальной сети и просто неравнодушных людей. С обязательной экзотикой, будь то банька или обед у огня. Энтузиазм встречающих заметно влияет на скорость, но путешественницы не в обиде. В этом путешествии каждый день сюрприз. Мы встречаем очень много интересных людей. Они приглашают нас в гости, фотографируются с нами. Мы принимаем эти приглашения, в этом и есть смысл путешествия. Это и превосходно. Но все же главная цель – это застывший Байкал, ветер и скорость. Путешественницы едут, чтобы принять участие в гонке по Байкалу. Ледовые просторы знаменитого на весь мир озера притягивают спортсменов издалека. Снаряжение для буйера не берут в багаж ни в поезд, ни в самолет. Потому-то средством передвижения и была выбрана наша буханка, пусть и с номерами Евросоюза. Заказать доставку транспортной компании не намного дешевле, чем привезти самим. Вот и едут отважные парижанки через полмира, чтобы встать под паруса. А заодно и открывают для себя Россию не по учебнику, а на своем опыте. Для нас не важны стереотипы, нужно верить тому, что видишь своими глазами вокруг. В нашем путешествии на пути встречается много по-настоящему убедительных вещей, которые сильнее любой теории. Дмитрий Куканус, Александр Лысак. Новости здесь, Омск.